всем трема доброго времени суток это канал лэйзи дмитрия ленивый ленивый я да уж ну что мы с вами продолжаем сноураннер напоминаю что ссылка на плейлисты группы вконтакте в описании под видео с вас лайки дизлайки подписки без отписок комментарии с меня контент извиняюсь за свое сопение так а значит со значится еще дайте вспомнить немножко после смены немножко не соображает так ага сюда кошка блин не тоже монитор джороги монитора хватит не огрызть так уж кто-то прям пытается участвовать в процессе трюцей башкой монитор поворачивает его так радиостанция это вот нет все поехали так возможно вот это вот видео даже невозможно точно выйдет как обычно в 4 то есть предыдущие видео было 8 а это в 4 то есть это вот то самое видео то самый день когда будет нет не три видео а два видео как раньше по тому же графику то есть 4 утра и 4 4 ну 4 и 16 по моему времени естественно да вот тут вот есть ковырнулся в прошлый раз главное сейчас не повторить этот не повторить этот травматический опыт ну да вот видите вот здесь очень узкое место и я честно говоря даже не очень понимаю ну то есть вот здесь какой-то заезд был да можно было бы на грузовике залезть а так я честно говоря реально не очень понимаю как тут можно забраться на чем-то широком но еще где-то сбоку как-то пролезть может в объезд вот тут вот ну фиг его знает короче их бандит может как-то сюда и залезть с краешку через по елочкам так сказать но подавляющее большинство грузовиков скорее всего скажет свое так сказать критическое фу ну да и ладно ничего страшного так да я видел там комментарии по поводу что моего хаммершего от chevrolet мал чем отличается ну собственно говоря да поэтому я хочу их поменять местность как бы я хочу поменять как бы ну просто следующая машина и все все поэтому так зацепился за него что как бы функционалу вроде как получается тоже примерно то же самое то есть с этими его багажниками можете лучше по проходимости будет ну то есть как бы это все просто рано или поздно надо будет менять некоторые машины уже бабушку например на что-нибудь или не меняйте оставить там куда-нибудь в этот на стояночку но продали свою репутацию ваш вклад в науку не забудут точно не забудут может забудут ну его нафиг забудьте от мой вклад в науку так теперь чем ладно сегодня никакой магии монтажа не будет нафиг тоже мне маг нашелся как сейчас лучше сюда и сюда или все-таки магия монтажа здесь проехать по моему можно здесь вот или нет голоса типа на станции так мышка же попробовать тут просквозить мы сейчас посмотрим план поехали задних вот и так найдена электростанция найдена целиком и полностью и мы едем мы едем и едем ты дифференциал не хочешь сказать что мы сейчас едем по твердой поверхности ну ладно интересное заявление да вот там там сбоку можно было бы на грузовике забудь его забудь нельзя тут ну это логично сам да еще помню комментарий там про то что мол разведку на грузовиках и все такое прочее я тут наверное даже согласен но мне просто хочется уж я по я реалисты понимаю что я не смогу в этой игре посмотреть все машины ну то есть вот так вот просто процессе поэтому я стараюсь сцепить как можно больше поэтому пользуюсь и скаутами и грузовиками так что там был комментарий типа вот я устал к мини пользовался тут не помню кто написал написал точно ну и что-то мне нравится в таком разделении труда скажем так так теперь внимание вопрос вот здесь до поехали попробую найти сокращение путям сокращение путям тебя горит два путям кто знает этот анекдот кто не знает загуглите так и напишите анекдот два путям он длинная просто целиком не помню поэтому не хочу попортить впечатление да и не очень хорошо я не тот честно говоря рассказываю тут есть люди у которых это хорошо получается но это не я вроде бы тихо не узнает так вот чисто теоретически можно как-то вот здесь да уж конгребать попробуем давайте все нам терять блин поехали честно хрен застрелением там где-нибудь так поехали все мы решили страдать а что такое страдать об этом не знал даже сам пикачок задай проверим кстати что связано с этими колесами хотя мне уже не нравится то что происходит блин не могу на эту музыку просто блин это чёрт тут это рейнджер это долбанный space рейнджер слушаюсь и хочется в них поиграть на я понимаю что сейчас уже не смогу так сказать нормально не помню ни хрена ты игрушка честно говоря такая достаточно не знаю от прикидывал если кто знает что такое space рейнджерс 1 и 2 на самом деле прикидывал так секундочку а вот не пора ли нам поворачивать супер любезный вам пора сейчас мы тут наверное оба это час он зато елочка развернемся хочу ты прикидывал как-то когда-то для прохождения именно по этому для канала и понял что этой игры проблема как бы в том что там как для но они очень динамично чем проблема по крайней мере в моем исполнении я там чисто физически не могу делать все быстро все вообще нигде ничего делать быстро не умею не хочу вот ну там это прям возведено в какой-то абсолют потому что там куча всего куча заданий левых куча каких-то вещей именно куча каких-то вещей связанных вообще никак не связанных с основным процессом игры ты хочешь в этой куче повозиться разобраться посмотреть опять же поиск технологий кстати тоже я помню был тот еще в некоторых случаях и морой ставить легкое прохождение ну на легком там честно говоря делать особо нечего будем честны если кто не в курсе space рейнджерс это одна из тех игр которые при определенном ну скажем так при определенных настройках сложности по сути сама себя играет ты можешь вообще там страдать какой-нибудь фигней не связан вообще никак не связаны с основной идеей основная идея это победа над так сказать злобными космическими захватчиками вот и в итоге в какой-то момент выяснить что там уже в общем-то того главного босс пинают без тебя это прикольно это прикольно на самом деле ты там спокойно занимаешься торговли еще чем-то вообще думаю space рейнджерс сам по себе было бы очень здорово совместить с игрой как no man's sky то есть впилить туда возможности по созданию каких-нибудь баз ну ты специально ну встань ты на колесо то ядрить твой в корень нет прям вот вот повесился и если сидел это такое бывает так иди и сейчас она в принципе даже почти на дорогу выехал ну без бочки с квасом это было бы конечно гораздо проще но нужно новость не сейчас то что играли мы в новом sky пытались по крайней мере играть я кир тиро стиль пытались но в итоге ребята отвалились да я в общем то уже так чисто поигрываю по чуть-чуть выше играть для меня по сути кончилось то есть там осталось только сюжетное задание но а вот в плане именно исследования космоса все плане создания баз все там не хватает немножко какого-то пикшончик и вот я на самом деле так вот сейчас думаю блин действительно если бы в но манская добавили сюжетную линию по типу спейс рейнджерс то есть именно присутствие этих колеса над которых нужно освобождать системы блин это был бы прикольно на самом деле то есть поиск рейнджерс в в обертке новоманская как-то так хз как это должно было бы выглядеть но вот совмещение так скажите что я выезжаю на дорогу жал вроде как бы да ночью проекта проехали но это не короткий путь вообще ни разу это это лютые морозе но проехали на это да но это не для не для скаутов ну или не для скаутов с бочками хотя честно горы скауты без бочки бы здесь застрял вот и скорее всего потратил бы целую хреновую тучу топлива чтобы преодолеть это препятствие по сути опять же была проблема с этим так приехали куда вот так представьте для кого-то то есть вас такие по этой дороге ушки такие смачные следы откуда из леса выходит только продолжаем и торопливое движение спокойно размерами ой там асфальт а ни хрена себе там асфальт смотрите еще чуть-чуть и мы поедем мы помчимся по гололеду не на тех шинах вообще кстати странно все ну блин я уже говорил об этом ну почему здесь нет зимних шин то есть без цепей просто зимних ну с пометки вездеход зимние или чего хотите сказать таких нету приятно должны быть как немножко странно с этими шинами для зимних карт обошлись то есть типа и шины там бездорожье еще что-то еще и отдельные шины с цепями у которых отдельная отметка лед как бы у других шин даже ты отметки нет и как-то это странно честно говоря ну казалось бы а почему бы и не сделать опять же тупо добавить еще один вариант шин это зим то есть все тоже самое это зимний то есть они там имеют вот эту пометку так сказать снег и лед просто учитывая что игра все-таки продолжает развиваться несмотря ни на что это дополнение лепится еще что-то почему бы этого не сделать не совсем понятно а было бы прикольно а было бы прикольно еще чуть-чуть смотрите мы с яростно приближаемся к твердой поверхности твердая поверхность ложечки кошечки ну нет ладно сейчас мы яростно приближаемся к хлюпающей поверхности сейчас дифференциал скажет свое смачное афу нет пока еще не скажет вот сейчас точно начнет уже говорить так что вырубаем его нафиг фу отлично так теперь завод за вода так давайте просто туда заедем допустим так а это большая труба да 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 все вспомнил я все смотрю на завод пытаюсь понять чего он не от меня хочет почему он пытается мне показать что я должен что-то здесь забрать точно большая труба а дать поглянем а блин нет стопа жми не покажет наверно что это труб за труба и почему она такая большая каких она размеров о задание здрасте новая задача проверка элва ну понятно что электричество проверка халвы местная власть ищут добровольцы для ремонта линии электропередач дело серьезное покрывают все расходы за работу тоже платят как не добровольцы это как работники нужно а ой орёбан отхлебан а ладно начни на время заданий дать на секунду нет ни на время ладно пусть пока висеть а кстати и вот там чего тебе с собой везде цистерна таскать зачем мне цистерна за припад этим вопросом а а 4 2 а все ясно спасибо ни хрена сюда повернуть смог так в чем проблема сейчас проблема в том что здесь где-то здесь возможно есть что-то интересное так что сейчас мы туда полезем цистерна здесь наставлю тут где-нибудь опа здрасте а вот и что-то интересное няшечка симпатяшечка так давайте-ка мы его вы вытащим отсюда так так смогу хватит у меня так цистерна иди сюда сейчас мы его выволочим это хорошо это прям более чем приятный бонус неожиданный это безусловно сюрприз но приятный кто помнит откуда эта фраза то что я могу его зацепить я помню что а нет эх не по мне но это не значит что я не буду пытаться а не по мне поехали и цистерна такая нет ты меня бросил чем это желто-красная сучка лучше так сейчас мы наверное ее выволоким так блин какого хрена я все на R нажимаю все хочу на F нажатий низкликаю по этой по R так давайте мы ее вытащим к дороге пусть там пока ну то есть вот здесь вот прям на въезде выезде стоит а сейчас заодно и проверим ну вообще волочок тащит сморик то вполне себе тащит да я думаю так будет более или менее норм ну во-первых видно что она здесь из минуса конечно что к этой фиге цепляться нужно чтобы отремонтироваться так забрать из нее топливо да не надо, у меня тут еще в цистерне дофига. Так, я хочу попасть туда, хочу, хочу. Ну может и выгребу на обратном пути, сейчас пока не буду трогать. Так Смогу ли я? Так, секундочку. У нас сейчас задача попасть сюда и сюда. В надежде, что там будет заветный горшочек с золотом. Ну или его аналог. Мне так нравится, когда он в эти текстурки веточные впирается. Ну это такая прелесть, блин, ну честно. Ну, блин, есть клевая штука, называется топор. Берешь и просто убираешь все, что лишнее. Наверх, да? Наверх. Ну да, попробуем. Наверх. Попробуем наверх. Залезть. Может даже получится. А может и нет. Так, секундочку. Передвинем время. Для этих карт реально нужно было отдельное время вводить. Там 6 утра, здесь 8. Светло было. Хорошо. Летит. Хе-хе. Летит. Классник вашей пьянки не был в снегу. Классник вашей пьянки не был в снегу. Классник вашей пьянки не был в снегу. А то, что это? Да пофиг, мы едем дальше. А вдруг именно там? Или вон там? Ай! Тихо. Не надо так делать. Не сметь. Ну а я, кажется, здесь в принципе перевернусь в обратную сторону. Парк деревьев все-таки в зоне доступа лебедки есть. Но это все равно будет немножко обидно. Неужели здесь ничего нет? Ну как же так? Ну почему? Я так рассчитывал. На какую-нибудь награду. Здесь нет буквально ни хрена. Никакого ящичка с золотом. Сундучка. Ну хотя бы горшочка. Хоть что-нибудь. Долбанный лепрекон. Опять все утащил. В неизвестном направлении. Да, во всем виноваты лепреконы. Или лепреконы. Опять же отсылка, кто знает откуда. Нет, я доеду. Чисто из вредностей. Блин, такие площади прорисованы, а? Такие площади. И ничего на них нет. Ни какой-нибудь пасхалки. Какой-нибудь отсылки. Ладно, хрен с ним, с какими-нибудь секретами. Просто, я не знаю, запихнуть сюда какой-нибудь лагерь с звуками гитары дополнительно. Или, я не знаю, там, белого медведя, который вон там где-нибудь догорит. И не доберешься вообще никогда. Или где-нибудь сиди. Или сидящего какого-нибудь снежного ягуара, блин. Я понимаю, что на Аляске может это не водится. Ну и ладно, и хрен с ним тоже. А где, кстати, красная линия? У нас должна уже проявиться. Проявить себя. Чтобы показать свою власть. Увидеть, что дальше. You shall not pass. Ой, я кажется, не вижу. Потому что она ниже, чем обычно. Ну, принизили тебя. Как будто ты проклята красная линия. Ты всегда мешала таким, как я. Но сегодня... Сегодня ты опять не помешаешь. Так, нет, ладно, стоп. Ты же хорошо, но надо вылезать. И сейчас в комментариях, ну нет же, вот там справа. Аааа, там было... Там было улучшение, ты его не заметила. Звиздёшь. Так, и так. Вроде так даже немножко быстрее. Тут, тут, тут... 1 и все пытаюсь рассмотреть чем не за фигурку на нас динозаврик динозаврик чудо про съездим нашим сюда все мы припёрлись чтобы не сгонять за одной туда так может еще вот так получится проехать но это вряд ли хотя нет что сомневаешься удастся через этот хребетик перед перевалиться конечно не самый большой но да и топлива уже все 55 литров кончается с бешеной скоростью как вообще так можно жить вот кстати я бы таких пикапов добавил еще какой-нибудь бак с бензином только вместо внутреннего багажника такой знаете приплюснутый не на 900 литров а не знаю на 400 чтобы он именно был не сзади в качестве прицепа а внутри по-моему это было бы довольно прикольно я вообще-то думал что здесь прям тупик будет тут смотри-ка-то может дальше он туда перелезть удастся или объехать еще посмотрим или же кстати вот тоже интересный момент можно было бы сделать следующий вариант например искать специфи в качестве так сказать подсказок искать специфические деревья вот например сейчас что мы здесь видим в основном хвойный лес да и вот стоит вот такая береза и вот что-то подобное как присмотришь лес лес зеленый там зеленый такой и вдруг видишь одна таинственная береза торчит и ты понимаешь опа значит под ней что-то есть надо туда ехать ну как-то вот так да я возвращаюсь к своей заезженной теме всяких секретов секреточек для своего рода подсказкам кстати это было бы правильно тоже между прочим даже достижение можно было бы влепить найди все березы в игре очень так два достижения три достижения заметь все березы в игре доедет до всех берез в игре собери собери все секреты перед ночью достижение много не бывает очи очивок много никогда не бывает в принципе эти как были бы счастливы собирать лечеба не будь ты проклята красную почему ты все время мешаешь за что что мы тебе сделали кто-нибудь знает как преодолеть и не хочу туда на свободу за край мира почему нельзя пустим дай мне уехать за пределы системы это насилие над личностью а это наверняка там все самое интересное точно сто пудов там за одну поездку платят в четыре раза больше там никогда не кончается топливо у всех машин сразу стоит высокая подвеска там лучший мир снова ранних друга конечно же не пускают зачем-то злобные разработчики сто пудов такой чуть сделал и там есть ачивки о которых я говорил и секретики которых все там точно все именно так стоит живите теперь с этим мы только что открыли страшную тайну снова раннером да ладно я так-то объехать как бы хотел странную ручь не доехал до точки а меня уже не пускают куда вас сударь к черту занесу лом ну а что поделать с оляви исследуем просто исследуем ищем проход в лучшую страну сейчас день ты едешь и вдруг в одном месте этот красный знак меняется на синий или стоит светофор который все равно красный ты придешь откупаться на зеленый переключаешься и ты уже ешь туда в лучшую страну как это прекрасно так прекрасно то прекрасно но я честно говоря уже уехал немножко не туда как-то бы выбор следует кишь хорошо нам бы домой бы но в таких местах кстати лучше было бы ездить как раз таки ночью тоже как раз здесь наверняка всякие глаза горят и все такое прочее нас другой станут что с этими глазами так 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 ну еще вон там или напрямки перелезть так песо узнает что так плохо что так не хорошо ну я когда говорил про эту цистерну когда я говорил именно именно приплюснутая такая цистерна и жаня то есть меньшего объема но при этом на самой машине как я простым языком банальное расширение бензобака по большому счету короче говоря больше тюнинга больше странного иногда ненужного бессмысленного просто больше конце-то концов так как бы тут вот вот здесь стать кувыркаться мне нельзя ни в коем случае если я тут кувыркнусь я потом не вылезу тут деревьев нету цепляться не за что поэтому тут надо особенно аккуратно ну по крайней мере пытаться так а а есть ли шанс тут проехать ну вон там вроде меж деревьев есть какой-то про 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 продёр это проходец и вроде имеет место быть вот тоже да интересно с одной стороны нафиг это надо с другой но ведь оставили же проходики оставили ну как оставили не стали затыкать слишком плотно деревьями та самая морковка ох уж эта веточка вы посмотрите как она меня удерживает это вы видели да то есть вот эта одна веточка она просто держала и все то есть ты ты зацепился за нее и все она не у ну никак ты с ней не слезешь о это прекрасно бран это такая чушь прекрасная великолепная чушь так смогу смог нормально да ну полный круг сделали ну полный круг сделали зачем да просто так потому что модем а вот и будильник еще одна серия в буквальном смысле слова спущена в унитаз ну а че ну а че все что тут было это вот проездили по всяким непонятным точкам ой что случилось что это было почему она так резко растаяла я напуган уходим отсюда ладно тогда сейчас я доберусь до цистерны заеду на дорогу остановлюсь и сейчас продолжим движение к вот этой вот вышке по сути последней осталось ну и дальше начнется медленное наверное выполнение заданий суть по всему высокой подвески мы не найдем для хаммера что меня откровенно говоря здесь огорчает я надеялся все таки на этой карте найти улучшение но хрен то там хрен то там хотя кто его знает может еще и найдем если найдем будет здорово уж больно мне хочется его попробовать испытать ну да ладно на этой испытательной ноте всем огромное спасибо за просмотр ссылка на плейлисты группы вконтакте в описании под видео с вас лайки, дизлайки, подписки без подписок, комментарии с меня контент извиняюсь за свое ступенье всех кто же досмотрел обнимаю парни хлопают при чудесном крючочке увидимся в следующей серии сноурайнер безоговорочная фарава как то так у нас